У меня немножко пошепелявлен, потому что у меня капа. Когда мы в экипировке работаем, удары ног, то когда особенно в начальном уровне занимаешься, контроль ногами намного ниже, чем контроль ударов руками, то нам надо экипироваться по полной. У нас у всех. Раковина, на ногах защита и капа во рту. Значит, сегодня что работаем? Винты. Несколько винтов осмотрим. Значит, первый винт. Он известен всем абсолютно, да? Вот, 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 знают все. Это перевод мая на малаш, когда мы бросим ногу вперед, как будто хотим пробить, ромкой и обходим ногу через сторону. Это очень безвестный. Финт, как бы, ведет руки у него все, только ленивыми знали, да? То есть подняли ногу, вы не снимаете. Здесь в финтах очень важно быть не тратистичным. То есть, когда ты делал так, как не бывший, то есть не даже больше дергаться. Вы реально показываете, что вот пойдет. Это реальная техника. Замах. И обходите по голове. Да. Первое. Теперь дальше. Те же самые винты. Перевод с прямого, начиная круговую ручку. Тоже понятный фильм. Когда мы берем ногу, мы носим прямо перед собой. Мы бьем. Прямо точно. Не так положено. Со стороны. То есть, мы заказываем ногу прямо перед собой. Каждый раз сбоку наносим. Каждый раз сбоку наносим. Каждый раз сбоку наносим. Сан-сур-маваш. 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 Вот они делают интертистику вообще-то столько. Те же. То есть, вы должны показать, что выполняем один передовый и выполняем совсем другой. То есть, один круговой переводим на другой. То есть, я хочу пробить ему сан-сур-маваш. Такой же. Если я победу его просто вниз, ему легче для берута. Потому что у него на майндере сам сработает, как милая передняя рука. И если здесь мы пробивали, все нормально, то там у него сейчас остается рука. И я попал в руку. В реалиях может и больно будет. Но в спорте не защитают. То есть, без контакта стоит. Вот. Поэтому мне что важно показать? Мне важно показать, что я бью с этой стороны. Чтоб он защиту поставил. Сдвоен. Сдвоен. И раскрытый голову с той стороны. Поэтому я пока забываю всем телом. Буду с этой стороны пробивать. То есть, понимаете, а сам пробиваешься. То есть, это плодящий тел. Показываю замах отсюда. Обвожу. И гвасит стороны. Вот. Когда я травму. И димитрально противоположен. Я напугал противника. Раз. Он уже знает, что я хорошо бьюсью удар. Два. И делаю ту же сторону. Как минимум, вывожу ногу здесь. Он уже реактивно добавил вставку. Гвасит стороны. То есть, взял. Раз. И левый. Раз. Он даже знал. И все равно попал. Вот. То же самое пробивается. Из-за сгорода. То есть, разворачиваем. Все видно. Показывайте, что будет сейчас снимка ваше. То есть, вам ударят. Ну, делайте вот так вот. То есть, раз. И пробивайте от страны. Вот так видим. Вот. Все. Что в ММА эти удары с ней работают. То есть, как он так. А если люди приходят в ММА из борьбы. Из бокса. Из тайского бокса. То эти вещи. Они работают, но они не делают. Только потому, что прыгают басы. Но я видел в тайгер-кэмпе. А тайгер-кэмпе. То есть, вот. ММА для тебя. Когда приходится работать теквандисты. Которые ставят технику на ММА. Они эти все удары делают. Просто на ура вообще. То есть. И все прикольно проходит на соревнованиях. Даже по тайскому боксу. То есть. Уровновашиваю. Без передней ноги. Без разворотов. Без проблем. Потому, что тут гангулы ехать. Многие это так же легко, как и руки. Я смогу раз уговорить. Становится. Работает. Добавляет. В первый момент. Фу. Раз. Нога влепет. А этот шерчка достаточно. Чтобы он дальше уже что-то другое сработал. И вот такой. Он поднимает. Раз. Хлоп отсюда. И это уже достаточно. Фу. Ну и дальше пошел в атаку. Уже хватает. И все. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»…